Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 7 июня. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем афире вы услышите. Основные задачи учреждений образования культуры и спорта к началу следующего учебного года обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона с губернатором Алексеем Русских. В приоритете – вопрос безопасности детей. Юных туристов, безусловно, заинтересует Ульяновский театр кукол. Это одно из крупнейших культурных учреждений города. В репертуаре театра есть постановки как для семейного просмотра, так и для подростков и взрослого населения. Если регулярно переедать, можно набрать вес. Кроме того, это повышает риск развития хронических заболеваний, связанных с лишними килограммами. Врач Лиля Кириллина посоветует, как не переедать. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 7 июня, отмечаются Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День миллиаратора и День принятия Конституции Республики Алтай. В разные годы истории 7 июня происходили следующие события. В 1732 году в Санкт-Петербурге заложен первый зимний дворец. В 1867 году в России изданы особые правила, Согласно которым за поведением студентов устанавливался двойной контроль Со стороны полиции и со стороны университетского начальства. 7 июня 1872 года в Москве начато строительство первой в городе конно-железной дороги. А 7 июня 1883 года в Москве состоялось освящение Храма Христа Спасителя. 7 июня 1919 года в Симбирске прошел первый коммунистический субботник. Его инициаторами были коммунисты-железнодорожники станции «Симбирск». Начинание поддержали красноармейцы караульного батальона «Симбирского гарнизона», вышедшие на субботник 5 июля. Затем в движение включились симбирские комсомольцы. Постепенно идея проведения коммунистических субботников распространилась по всей Симбирской губернии. 7 июня 1950 года правительство Советского Союза выступило с меморандумом, направленным против планов США монополизировать освоение Антарктики узким кругом западных государств. В меморандуме говорилось о непризнании никаких решений в отношении Антарктиды, принятых без участия Советского Союза, и упоминалось о приоритете открытия России в Антарктике. Впоследствии, в 1959 году усилиями СССР было достигнуто заключение международного договора об использовании Антарктики исключительно в мирных целях и свободе научных исследований. 7 июня 1981 года военно-воздушные силы Израиля нанесли бомбовый удар по иракскому ядерному реактору в Осираке и полностью его уничтожили. 7 июня 1990 года Алексий II избран патриархом московским и всеярусим. В регионе началась подготовка образовательных организаций к новому учебному году. К 1 сентября все учреждения спорта, культуры и образования должны быть готовы на все 100%. Сейчас в школах уже проводятся работы по подготовке к отопительному сезону и ремонтные работы. Материально-техническое обеспечение и обеспечение требований противопожарной и антитеррористической безопасности. Выполнение предписаний, выданных Роспотребнадзором. Также в рамках национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт детской школы искусств имени Александра Варламова. Слово, исполняющий обязанности министра просвещения и воспитания области Ириники Селевой. Мы завершили учебный год и сразу же начинаем подготовку образовательных организаций к следующему уже учебному году. Для этой цели было подготовлено и принято распоряжение правительства Ульяновской области номер 249 ПР от 25 мая. В настоящее время подготовлен проект распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области о подготовке государственных образовательных учреждений и муниципальных к началу 2023-2024 учебного года. Формируется состав штаба и план работы штаба. В состав штаба планируется включение представителей Министерства просвещения, Министерства здравоохранения Ульяновской области, Министерства физической культуры и спорта, Росгвардии, представителей МВД, Роспотребнадзора и МЧС. К приемке в этом году запланировано 719 образовательных организаций, в том числе 386 школ, 245 дошкольных учреждений, 57 организаций дополнительного образования, 31 организация профессионального образования и 4 центра помощи родителям и обучающимся. Администрациям муниципальных образований необходимо завершить работу по формированию составов комиссии муниципальных и также порядка и сроков и графиков проведения приемки. Обозначены основные критерии и требования, которые предъявляются при приемке государственных и муниципальных учреждений к началу учебного года. Кроме того, в муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы Ульяновской области развития и модернизации образования направлены средства на реализацию мероприятий по созданию школьных кванториумов и точек роста. И обращаю внимание, что все ремонтные работы по подготовке помещений к созданным точкам должны быть завершены до 15 августа 2023 года. С 5 июня министерством запущен еженедельный мониторинг по подготовке образовательных организаций к новому учебному году. С 1 июля еженедельно отчет о подготовке и приемке общеобразовательных организаций Ульяновской области будет направляться в Федеральное министерство просвещения. И с 1 августа выходим уже на ежедневный отчет через Федеральную автоматизированную систему сбора данных. Конечно же, основное внимание будет уделено подготовке образовательных учреждений в плане антитеррористической защищенности. И здесь из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 370 миллионов с лишним на три года. И уже в этом году 42 миллиона 768 и 55 тысяч рублей законтрактованы в 36 образовательных организациях, где будут проведены мероприятия по антитеррористической защищенности. Этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. И мониторинг, проводимый Министерством, позволит нам вовремя, насколько я понимаю, и убеждена в этом осуществить подготовку к началу учебного года. По состоянию на 29 мая имеются средства в объеме 258,8 миллионов рублей. Они в разбивке федерального, областного и муниципального бюджета направлены будут на ремонт элементов зданий, обновление материально-технической базы, в том числе пищеблоков и, конечно же, еще раз повторюсь, на антитеррористическую защищенность. Кроме того, ко дню знаний начнут работу и спортивные учреждения. Так, готовят к открытию несколько новых спортивных объектов, в том числе и областной дворец единоборств на улице Александровской в Засвежском районе. Продолжит министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров. К началу нового учебного года планируют начать работу 34 учреждения спортивной направленности. Минспорт издан на распоряжение о подготовке приемки учреждений к новому 23-24 учебному году определил состав комиссии, а также печи мероприятий. Приемка учреждений к новому учебному году составом комиссии запланирована с 15 июля по 15 августа. По итогам проверок будут составлены акты готовности каждого учреждения. В настоящее время в соответствии с графиком гидравлических испытаний сетей теплоснабжающих организаций в учреждениях продолжается работа по промывке и опрессовке системы отопления. В рамках проведения антитеррора проводится работа по заключению контактов на физическую охрану учреждений, по заключению договоров на обслуживание тревожной сигнализации. В ряде учреждений устанавливается система входного контроля. Во всех учреждениях будут проводиться противопожарные мероприятия. Также будет организована работа по полустройству территорий, текущий ремонт на футбольных полях, косметический ремонт игровых и тренажерных спортивных залов. В спортивной школе «Тэквондо» будет произведен ремонт фасада, техниками Олимпийского резерва – ремонт кровли спортивного зала, в спортивной школе «Дзюдо» – ремонт раздевалок и спортивного зала. Также в рамках национального проекта «Спорт норма жизни» федерального проекта «Демаграй» в девяти учреждениях будет обновлено спортивное оборудование и инвентарь. Также в целях реализации федерального закона о внесении изменений Федеральный закон о физической культуре и спорте Российской Федерации и Федеральный закон об образовании Российской Федерации организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны привести в свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона и к 1 сентября мы должны получить бессрочную лицензию на осуществление образовательной лицензии. А что с дворцом единоборств? Когда завершатся работы? Проводятся работы по замене фасада. Срок завершения 30 июня. Также у нас сейчас на объекте ведутся работы по пуске-наладке. Это тоже июнь месяц. Также у нас проводится устранение замечаний стройконтроля до 20 июня. Все внутренние работы у нас сейчас завершены. Спортивное оборудование инвентарь закуплено. Большая часть уже поставлена. Часть сейчас у нас доходит до нас. Значит, задержка у нас была небольшая по напольному покрытию в большом спортивном зале для проведения спортных мероприятий. Но все уже постельно. Значит, у нас трибуны на 500 мест установлены. Поэтому полностью все работы сейчас практически завершены. И к 1 июля объект будет полностью готов к открытию, к набору детей и проведению уже мероприятий. Новый спортивный комплекс будет включать в себя универсальный зал с трибунами для проведения соревнований, специализированный зал для единоборств, тренажерный зал, помещение для общей физической подготовки, детскую комнату, раздевалки с душевыми и административные помещения. Дворец единоборств позволит жителям Засвежского района заниматься спортом рядом с домом. Ульяновские легкоатлеты завоевали россыпь наград на чемпионате и первенстве. ПФО по лёгкой атлетике, которые завершились в столице Чувашии. Первую золотую награду на дистанции 5000 метров в копилку Ульяновской сборной принёс спортсмен экспериментальной группы Центра спортивной подготовки Сергей Сергеев. На дистанции 100 метров золото у Алексея Юфимова, серебро у Александра Епифанова, Дмитрия Охотникова и бронза у Полины Туманиной и Ильфата Садеева. На дистанции 200 метров победителем стал Руслан Халиулов, серебряная медаль у Ильфата Садеева и Сергея Вагерова. На дистанции 400 метров серебряные медали у Ярослава Бухьянского, Никиты Егорова и Андрея Галацкого. Бронзу завоевали Сергей Вагеров и Артём Фёдоров. Золотую медаль на дистанции 800 метров принёс Никита Егоров. В толкании ядра золото у Виты Назаркиной серебро завоевали Евгения Шелоносова и Ирина Кравцова. В прыжках в длину второе место заняла Полина Туманина, на третьем Максим Половов и Эльза Шмойлова. В беге на 110 метров с барьерами золотую медаль завоевал Фёдор Позняков. На 300 метров с барьерами бронза у Арсения Дубова. Медали в тройном прыжке завоевали Пётр Голубев и Наталья Кондрашина. Серебро. Бронза у Ивана Левченкова. В метании копья серебро у Ирины Кравцовой. Также наши легкоатлеты завоевали 7 золотых и 2 бронзовых награды в эстафетном беге среди девушек и юношей. Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами. В Ульяновске прошел 30-й открытый чемпионат детской футбольной лиги среди мальчиков 2012 года рождения. Итоги турнира. Первое место – Академия Атом 2012 – Димитровград. Второе место – Спортивная школа Волга 2012-1 – Ульяновск. Второе место – Академия Динамо 2012 – Ульяновск. Лучшими игроками своих команд признаны Илья Калединский, Данила Трушин, Александр Колесников, Иван Лазарев, Герман Цицер, Платон Парилов. Лучшие игроки турнира по номинациям – Вратарь. Михаил Фадеев – Химик Август 2012. Защитник – Владимир Новиков. Академия Атом 2012. Нападающий – Егор Нуждин. Академия Динамо 2012. Игрок – Артур Зотов. Спортивная школа Волга 2012-1. Бомбардир – Степан Мазанов. Академия Атом 2012 – 10 мячей. В городе Белебей Республики Башкортостан прошли соревнования «Открытое первенство муниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности чемпион по боксу». В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из Оренбурга, Самары, Ульяновска, Белебея, а также Республик Казахстан и Башкортостан. Честь нашего региона в первенстве отстаивали воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Рингстар». Руслан Вагапов 2012 года рождения занял в третье место. Желаем юному спортсмену дальнейших спортивных достижений. 4 июня на стадионе «Локомотив» прошел муниципальный этап городской лиги всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди команд засвежского района города Ульяновска в трех возрастных группах. Результаты турнира. 2008-2009 год рождения. Первое место – «Волга Спортарена». Второе место – спортивная школа номер 61. 2010-2011 год рождения. Первое место – «Волга Спортарена». Второе место – спортивная школа номер 52 «Авангард». Третье место – спортивная школа номер 61. 2012-2013 год рождения. Первое место – «Волга Спортарена». Второе место – спортивная школа номер 61. Наш край – Ульяновская область Ульяновский областной театр «Кукол» – одно из крупнейших культурных учреждений города. Это сказочное место не раз отмечено на всероссийских и международных фестивалях, а спектакли трижды входили в лонг-лист «Золотой маски». Несмотря на преобладание детских спектаклей в репертуаре, театр стремится к созданию более взрослых и современных постановок. Находится Ульяновский театр «Кукол» по адресу улица Гончарова, дом 10. Рядом находится одноименная остановка общественного транспорта. Нужно доехать до неё на автобусах номер 26, 30, 31, 46, 66, либо маршрутках номер 38, 43, 50, 52, 55, 82, 84 и 88. Через дорогу можно увидеть остановку гостиницы «Волга». Здесь ходит тот же транспорт в сторону площади 30-летия Победы и улицы Минаева. Подробнее о театре «Кукол» нам расскажет заведующая сектором маркетинга Ульяновского областного краеведческого музея Анна Родионова. Центральная улица Гончарова, бывшая Большая Саратовская, для Ульяновска является своеобразным Невским проспектом. Здесь каждое старинное здание или памятник истории, или памятник архитектуры. Двухэтажный каменный дом бывшего государственного банка на улице Гончарова, 10, занимаемый в настоящее время театром «Кукол», построен по проекту архитектора Августа Августовича Шаде в 1910-х годах. По своим размерам и по характеру оформления он выделялся среди окружающих его зданий. Выразительный архитектурно-художественный образ здания бывшего государственного банка, в решенной формах исторических стилей, является своеобразным и редким памятником архитектуры начала XX века. В 1835 году в здании бывшего государственного банка разместился областной дворец пионеров и школьников, основанный в 1935 году, открыт в Ульяновске по инициативе старшей сестры Владимира Ильича Ульянова, Анны Ильиничной, Ульяновой и Елизаровой. 10 марта 1970 года состоялось торжественное открытие нового здания. На тот момент в дворце пионеров работало 259 кругсков по 59 направлениям, в которых занималось 4,5 тысячи детей. В 1970 году в здание государственного банка переехал Ульяновский областной театр «Кукол», который был основан 1 апреля 1944 года. С переездом театра в собственное здание формируется постоянная труппа. Появление стационара позволило также организовать цеха по изготовлению декораций и кукол. Тогда же Ульяновский театр «Кукол» начал создавать репертуар, ориентируясь на зрителей школьного и младшего школьного возраста. За 78 лет театрам создано более 500 спектаклей. Репертуарная политика Ульяновского театра «Кукол» сосредоточена на создании полноценного репертуара для различных возрастных групп. В августе 2007 года театру «Кукол» было присвоено имя народной артистке Валентины Михайловны Ионтьевой. В музее создан уголок памяти, в котором среди множества экспонатов находится уникальный аудиодиск с голосом Валентины Михайловны. Копии кукол из передачи «Спокойной ночи, малыши» сделаны в мастерских театрах. В апреле 2008 года в аллее напротив театра был установлен памятник народной артистке Валентине Михайловне Ионтьевой. В театральном музее Ульяновского театра «Кукол» располагается просто уникальная экспозиция – многофигурная композиция мастера-умельца Морозова, изготовленная им в 1905 году. Каждая из 60 миниатюрных кукол, представляющих крестьянский быт того времени, выполняет свою роль. Композиция составлена самим автором, стремившимся рассказать о жизни и быте своих современников. Это маленький макет его родного села. Фигуры людей выполнены из бука, ясени, ольхи и вишни. До наших дней они дошли в идеальном состоянии. Более 110 лет коллекция удивляет зрителей. Также в экспозиции музея представлены театральные куклы разных технологических систем, афиши и награды театра. Помимо новых постановок и показов спектаклей текущего репертуара, театр постоянно ведет активную работу по пропаганде искусства российского театра кукол. Среди основных мероприятий – областной смотр-конкурс непрофессиональных театров кукол «Кукольный формат», цикл экскурсий для школьников, каникулы в закулисье и творческие встречи в рамках проекта «Давайте почитаем». Также театр системно реализует мероприятия по популяризации семейных ценностей и традиций, внедряет в работу новые формы взаимодействия с семьями, поддержанию и популяризации традиций посещения театра семьей, укреплению семейных отношений. К примеру, семейный вечер в театре проводится почти еженедельно. Весь опыт, накопленный предыдущими поколениями в театре, фокусируется в его сегодняшней практике. Театр видит свою миссию в эстетическом воспитании подрастающего поколения средством искусства «Театр кукол». Ульяновский театр «Кукол» – это большой творческий путь нескольких поколений артистов, художников, режиссеров, бутафоров, механиков и людей разных и нужных профессий. Беззаветно любящих театр, выполняющих важную миссию и работающих прежде всего для зрителей, для детей, старающихся передать им все самое лучшее, подарить им веру в сказку и научить любить театр так, как любят его они. Вкусно и полезно С вами Наталья Якузина и региональный центр общественного здоровья. Переедание – одна из главных причин набора лишнего веса и просто неприятное состояние, которое сопровождается дискомфортом. Чтобы избежать его, нужно научиться вовремя замечать чувство насыщения. Летом мы чаще находимся в дружных компаниях и едим там в несколько раз больше именно за компанию. А это, утверждают диетологи, как раз чревато перееданием. Так как же не переедать? Для начала пошучу. Вот 12 женских шуточных секретов, чтобы не переедать. Хочется есть? А может, все-таки пить? Зачастую наш мозг принимает обезвоживание за голод. Выпейте чистой воды. Почистите зубы. Всегда завтракайте. И перестаньте, наконец-то, с вожделением пялиться на фото еды. Хотите есть? Нужно согреться. Возможно, вы просто замерзли. Выпейте чашку горячего чая. А вот и другой совет. Нужно заняться спортом. Грустно, скучно, жор. Все проблемы решит спорт. Жуйте медленнее. Или возьмите и накрасьтесь со вкусом. А я имею в виду в буквальном смысле вкусную косметику. Хотите есть? Да лягте спать. Если повезет, приснится тортик со взбитыми сливками. Конечно, это была полезная информация в шуточной форме. А теперь всерьез. Как не переедать, если ты оказался в дружной, веселой компании? Здесь уже надо включать не столько пищеварение, сколько психологию. Врач Лилия Кириллина советует. Еда играет важную роль в общественной жизни. Во время мероприятий мы, даже не замечая этого, уделяем пристальное внимание тому, что и сколько едят окружающие. Научные исследования показали, что мы адаптируем пищевое поведение, часто неосознанно, к поведению спутников за столом. Точно известно, люди едят больше, когда едят вместе с другими, чем когда едят в одиночестве. Также мы корректируем свой выбор еды, чтобы произвести хорошее впечатление на других. Когда люди едят вместе с кем-то, они едят больше. Это называется эффектом социальной поддержки. Это особенно заметно, когда люди едят или перекусывают с друзьями или семьей. Присутствие других людей во время еды может привести их к увеличению количества съеденного с 44 до 76%. Причем, чем больше людей за столом, тем больше все едят. Мы приспосабливаем свое пищевое поведение к поведению других из-за склонности сравнивать себя с другими людьми. Например, когда мы не совсем уверены, сколько можем съесть на каком-нибудь празднике, то рассматриваем пищевое поведение других как источник информации о допустимом количестве еды. Следование этим стандартам питания помогает укрепить связь с собеседниками и делает человека более привлекательным в глазах других. Но если вы отклонитесь от этого стандарта, съев намного больше или меньше, чем прочие сидящие за столом, то рискуете получить от них негативную оценку. Осознанный прием пищи без спешки, с вниманием на чувстве сытости, поможет предотвратить переедание. То, что нас окружает в повседневной жизни, часто напрямую определяет возможность здорового поведения питания. Люди могут делать здоровый выбор только при наличии здоровых вариантов, а среда может стимулировать или препятствовать здоровому поведению. Окружающее пространство за последние несколько лет изменилось и структурировалось таким образом, что стало сложнее отказываться от чрезмерного потребления высококалорийной пищи. Доступность и изобилие пищи побуждает слишком много есть и слишком мало двигаться. Сочетание избыточного количества высококалорийной пищи и ограниченной потребности физической активности гарантирует набор лишнего веса. Еда, включая высококалорийную, становится все более доступной. Она есть почти везде. Мы можем есть где и когда захотим. Размер порции также увеличился за последние 10 лет. Потребители больше не уверены, что такое нормальная порция. Отчасти это связано с тем, что большие порции стали стандартом. Нас постоянно побуждает покупать все больше продуктов. Рекламные акции «Два по цене одной» проводятся постоянно. Выбор продуктов питания часто является делом привычки. Привычное поведение – это импульсивное, а не рациональное поведение. Поэтому поведение, связанное с выбором пищи, восприимчиво к стимулам из окружающей среды. Чтобы чаще делать выбор в пользу здорового питания и не переедать, помните о своем намерении, а также о влиянии семьи, друзей и окружения на наше пищевое поведение. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Сегодня у нас аббревиатуры. И не простые, а самые, что ни на есть необычные. В Рио – губернатора. Как написать правильно? С большой буквы или с прописной. И чем эта аббревиатура отличается от ИО? И.О. – это исполняющие обязанности. То есть человек, который берет на себя чью-то работу. Но есть еще и временно исполняющие обязанности. Это та же самая должность или другая? И как правильно ее сократить? Не в штатном расписании, а на письме. Разбираемся. Правильно написать в Рио все с маленьких букв. Раздельно, без точек. Для начала разберемся с терминологией. В кадровом делопроизводстве есть два похожих определения. Исполняющие обязанности и временно исполняющие обязанности. Первое обычно используется, если в компании есть вакантная руководящая должность. На время поиска подходящего кандидата его место занимает сотрудник, которому передается право подписывать документы. Исполняющим обязанности можно стать на неопределенный срок. Ведь поиск руководящего сотрудника может занять довольно продолжительное время. Временно исполняющие обязанности – это человек, который замещает действующего сотрудника, который находится в отпуске, командировке, на лечении и так далее. Должность, которую он на время занимает, не вакантна. Сокращая словосочетание исполняющей обязанности, мы используем первые буквы обоих слов с точками. И это исключение из правила сокращения аббревиатур. А вообще оно звучит так. Аббревиатуры, образованные от имен нарицательных, пишутся строчными буквами без знаков припинания. Например, вуз, завуч, врио. Практически все подобные сложно сокращенные слова изменяются по падежам согласно правилам русского языка. Учиться в вузе, обратиться к завучу и так далее. А вот врио под это правило не попадает. Это слово несклоняемое. Познакомился со своим врио. Обсудил работу с врио. И, кстати, писать данную аббревиатуру правильно строчными буквами слитно. Важно еще и потому, что документ, оформленный с ошибкой, не будет иметь силы. Ваш отдел кадров никаких других врио с точками или дефисами не допустит и в дело производства не возьмет. Программу «Утро нового дня» для вас провел Алексей Сорокин. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут.